Миллионы поклонников, собственно, наконец-то дождались своего любимца. Гость в студии у нас сейчас МОД, человек, который благодаря своему таланту, собственно, сделал музыку не для всех практически мейнстримом. Сейчас, смотри, во-первых, поздравляю, да, спешу привет, спешу поздравить тебя с десятилетием Blackstar, вы ровесники RUT TV, мне кажется, все это неспроста. Неспроста. Да, расскажи, пожалуйста, вот ты помнишь свой первый день, практически ли год хотя бы, или день после того, как ты стал артистом лейбла, какие были ощущения? Потому что у тебя до этого были какие-то другие проекты, другие лейблы. Вот когда ты стал звездным воином практически, что ты чувствовал? Других лейблов до Blackstar у меня не было, это Blackstar, это мой первый лейбл, но, тем не менее, я занимался музыкой и до подписания контракта. Как такового не было, знаешь, такого ощущения, чтобы я мог тебе сейчас сказать, я проснулся другим человеком, или я проснулся сразу знаменитым, или все резко, радикально поменялось в моей жизни. Такого нет. Я понимал, что, когда поставил закорючку в контракте, понимал, что резко моя жизнь поменяется со временем. Если я буду много работать, если я буду записывать много материала, я понимал, что сейчас вместе с этой закорючкой, как говорится в любимом моем фильме, мультике и комиксе про Спайдермена, с большой силой приходит большая ответственность. И как бы ты ставишь одну закорючку, и на тебя падает сразу большая ответственность, потому что ты должен работать, ты уже не можешь расслабляться так, как если бы ты был в свободном полете, если, конечно, ты хочешь чего-то достигнуть. То есть ощущение, что ты поймал жар птицу, не было такого, ты понял, да, что просто нужно больше работать? Это то же самое, что и при поступлении в университет. Когда я поступил в МГУ, многие мои одногруппники, однокурсники расслабились. Все, мы поступили, мы на факультете, мы можем кайфовать, кальянить, гулять, отмечать наше поступление. А не тут-то было, первая сессия, она неожиданно абсолютно выскакивает. Друзей стало меньше. Да, ну не друзей, а одногруппников точно меньше, потому что многие не прошли первое испытание. Здесь аналогичная ситуация. Скажи, пожалуйста, насколько ты был заангажирован медийным образом Тимати, да, потому что у него есть своеобразный, и был тогда, вот ты в 13-м году подписался, если не ошибаюсь, да? У него определенный есть образ такой в медиапространстве. Насколько это соответствовало действительности? У тебя же были какие-то представления от него самого? Насколько первое впечатление было, каким оно было, во-первых, и совпала ли у тебя реальная персона, потому что ты его знаешь как человека, реальная персона Тимати, с тем, каким ты ожидал его увидеть? Либо ты вообще не ожидал его никак увидеть, просто так вышло? Я сидел дома, только проснувшись, продрав глаза, еще не придя в себя, когда зазвонил телефон, я поднял трубку, и там мне сказали, «Здравствуйте, у вас беспокоит свой Blackstar, нам интересно с вами посотрудничать, приезжайте в офис, дабы обсудить детали контракта». И, соответственно, когда я приехал, мы там встретились с ребятами, в том числе впервые я увидел Тимати. Естественно, раньше я его видел только на экране, мне интересно было понаблюдать, какой он в жизни, и что уж там греха таить. И я был приятно удивлен, что в жизни он абсолютно простой, открытый человек, который действительно относится к своим артистам как к большой семье. Недаром мы называемся Blackstar Mafia. Мафия, ты знаешь, означает семья. И если кому-то что-то нужно помочь, если кому-то что-то подсказать, он с легкостью это делает. То есть вы общаетесь не только по работе, то есть если какие-то личные у вас есть вопросы, то есть ты его можешь набрать, сказать «Тимур, привет». Это очень хорошо. Скажи, пожалуйста, вот в выборе песен, когда ты присылаешь, вот когда ты пишешь какую-то песню, и у тебя есть ощущение, вот что это супер-хит, а Тимати, допустим, говорит «нет, я в эту песню не верю». Возможно ли его переубедить? И бывают ли такие ситуации, либо вы на одной волне с ним всегда? Во-первых, с ним мы можем просто посоветоваться, что он думает насчет этой песни. А в офисе и в лейбле Blackstar есть целый специальный, так скажем, совет, который принимает решение, действительно ли это хит, стоит ли в него вкладывать определенный бюджет, чтобы снимать видео, промоутировать его и продвигать, либо это просто проходная песня, которую можно и так выпустить. И вот с этим советом мне не раз приходилось бодаться. Песни, которые я выпускал, такие как «День и ночь», «Капкан», они не сразу, так скажем, получали кредит доверия, да, и галочку «Одобрено», как в ВКонтакте, в всяких соцсетях верификация «Одобрено». Вот немногие получали эту галочку хита, поэтому приходилось бороться, конечно. Матвей, давай посмотрим твой коллаборейшн с Аней Лорак, да, и потом обсудим, верил ли Тимати в нее сразу, весь основной, остальной Blackstar. Сопрано, Мот и Аней Лорак. Матвей непосредственно сейчас находится у нас в студии. Напоминаем, что после эфира у нас будет автограф-сессия, которую будет давать Мот по улице 3, Хорошевская, 12. Мот, скажи, пожалуйста, как возникла вообще идея сотрудничества? Кто первый предложил? Была ли песня, да, с Каролиной непосредственно, была ли песня? Расскажи историю эту. Песня была, мне прислали аранжировку, прислали припев уже готовый. Припев написал коллега по цеху Миша Марвин. Мне очень он понравился, я понял, что можно слепить из этого действительно хороший материал. Я написал куплеты и понимал, что этот припев я точно сам не спою, сюда нужен какой-то сильный, желательно женский вокал, потому что песня о любви, и стал думать, кто же может гармонично вписаться в этот материал. Пришла идея предложить Каролине, отправили материал, ей очень понравилось, и буквально через пару дней мы уже собрались на студии. Она все очень четко прописала за минимальное количество времени, и уже, по сути, песня была готова. Мы ждали съемок клипа, чтобы уже показать вместе с клипом весь материал. А давай мы спросим у нее, собственно, какие эмоции испытывала она от работы над этой песней. Каролина, привет! Алло, привет! Привет, Матрея, привет! Привет, привет! Да, всем зрителям РУ-ТВ, привет ведущему, привет! Каролина, скажи, пожалуйста, спасибо тебе большое, что ты нашла время в своем суперплотном графике, действительно плотном, и, собственно, время на пообщаться с нами. Скажи, пожалуйста, когда ты услышала первый раз эту песню, этот припев, трек, ты поняла, что это твоя песня? Было у тебя ощущение такое, что вот, да, это мое, буду петь точно? Ну, конечно, с первого прослушивания понимаешь, что перед тобой прекраснейшее произведение, что песня хитовая, то, что называется, потому что припев я уже сразу напевала. Ну и самое главное, что она настоящая, потому что очевидно, что текст написан от души, и мне даже почему-то кажется, что он основан на какой-то реальной событиях и жизни человека, потому что настолько тонко прочувствовано, и, ну, трогает, в общем-то, струны женской души, не только женской. Расскажи, пожалуйста, о клипе. Как он снимался, кто был режиссером, и легко ли тебе работалось в кадре с Мотом? Работалось легко, отлично, очень оперативно. Ну, мы работали, каждый снимал свой синхрон и свой участок работы. Ну, Мот снялся вот гораздо раньше, я осталась гораздо позже. Мы встречали уже рассвет, света, до пол шестого отбили съемки вот этих всех синхронов и вот этого космического моего пространства, в котором я нахожусь, существую в клипе. Но мне кажется, что работа получилась очень достойная. Режиссер Зауру, большое спасибо. И всей команде Blackstar, которые также принимали участие. И Худяков Production. Слушай, ну, столько лестных слов. Можем ли мы рассчитывать на вторую совместную работу? Есть ли такие какие-нибудь мысли по этому поводу? Либо вы ограничитесь одной работой? Скажи. Ну, кто знает, все зависит от песни. Ведь в данном случае песня же диктовала, вела за собой. Поэтому мне лестно и приятно, что наша работа вызвала такой большой интерес. Сегодня она звучит уже на концертах, мы поем ее самостоятельно. И просто весь зам поет вместе, невозможно ставить пять копеек. Просто они начинают с первого куплета и поют. И, конечно, мы ожидаем всех восьмого апреля. Вот в Крокус-Сити я могу приоткрыть маленький секрет, что также буду на концерте Мота. И мы все вместе взорвем. На этом треке особенно, мне кажется, что люди его ждут, любят. Это самая главная победа для артиста, когда песня пошла в народ. Обязательно, обязательно это случится. Каролину, спасибо вам большое, что дозвонились до эфира. Прекрасных гастролей, поздравляю с весной. Ну, а мы продолжаем. У нас в студии Матвей. Увидимся восьмого. Матвей Мот, да. Мот анонсирует свой концерт в Крокусе. Мот, скажи, пожалуйста, будут ли еще какие-нибудь коллабы, какие-нибудь крутые дуэты на твоем концерте? Будет еще дуэт с Егором Кридом, который мы уже презентовали на его сольном концерте. Там же, в Крокусе, месяц назад почти. Пока что эта песня не вышла, но она выйдет на его альбоме. Также будут совместные песни Black Star Mafia. Скажи, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. У тебя прекрасное образование, которое получил ты, золотой медалист. Тебе это в рамках написания песен каким-либо образом помогает? То есть ты черпаешь, ты чувствуешь, что у тебя багаж знаний серьезно за плечами, либо ты руководствуешься исключительно душевным порывом? И тебе, собственно... Знаешь, багаж знаний, он имеет свойство иссякать, если его не подпитывать. Поэтому в любом случае, несмотря на твое образование, ты должен все равно продолжать свое обучение, чем, собственно, я и занимаюсь. Это и в рамках аспирантуры, и в рамках... То есть ты еще учишься? Да, у меня крайний год обучения в аспирантуре, и, надеюсь, скоро я предзащичусь и защищусь затем диссертацию. Но даже дело тут не в какой-то научной дорожке или стезе, которую ты выбираешь. В принципе, тебе не обязательно даже идти по такому пути. Достаточно постоянно самому много читать, независимо, это научные статьи или художественная литература. Или просто общаться. К сожалению, получается, это не так часто, как я бы хотел. Но в последнее время ввожу в практику вместо сериалов перед сном читать. Понятно. Сейчас у нас короткая реклама, ну а затем мы продолжим. Матвей Мот у нас в студии. Личный четверг у нас в студии телеканала РУ-ТВ. Личную жизнь такой личности, как Мот, будем мы сейчас практически под микроскопом рассматривать. Матвей, скажи, пожалуйста, вот я знаю, что 5 августа ты расписался со своей девушкой Машей, которая теперь жена твоя же. Поздравляю, во-первых, тебя с этим. Спасибо. Свадьбы не было. Почему и будет ли она, расскажи нам причину, да и какой представляет твоя жена, по крайней мере, свадьбу? Почему ее не было, можно легко понять, посмотрев на мой гастрольный график. Не успел. Просто не успели, да. Поэтому решили это все мероприятие уже с чувством, с толком, с расстановкой перенести. Не обиделась? На следующий год. Нет, это было совместное решение. Не хочется, так как это событие очень масштабное и важное в жизни любого человека. Поэтому не хотелось делать это как-то на скорую руку, тяп-ляп. Поэтому перенесли на следующий год. Вот этот год наступил. И мы постепенно, поэтапно готовились. То есть с датой вы определились? С датой мы определились сразу же. Так как я с Краснодарского края и число 23 регион, число 23 в моей жизни занимает особое место. Поэтому решили 23 числа, апрель, потому что мы официально начали встречаться в апреле месяце. Поэтому плюс еще так получилось, но об этом мы узнали только затем. Потом 23 апреля, это первое воскресенье после Пасхи. И очень такая символичная дата и очень святой день, можно сказать. Поэтому дата была забронирована задолго. Все готово уже, да? Все готово, все совпало. Мы ждем... Платье? Два платья. Два платья. Два платья. Два костюма. Полный вообще фарш. Будет ли пресса? Это будет открытое мероприятие, либо это будет закрытое мероприятие для своих? Будут ли артисты, звезды? Как это будет выглядеть? Артисты будут, но артисты будут свои. Свои. Да, все друзья, знакомые. И что касается СМИ, мы тоже решили, что это будет закрытое мероприятие. То есть СМИ не будет? Нет. Не будет. Россия будет это, либо вы будете куда-нибудь уезжать на берег моря, скалы? Специально мы хотели и мечтали это все сделать в Греции, потому что у меня есть греческие корни, плюс остров Санторини, он сам по себе, такой очень красивый, подходит для проведения свадеб. Но затем мы поняли, что организовывая свадьбу на расстоянии, не зная людей, которые делают это мероприятие, довольно-таки рискованная. Поэтому решили перенести ее в Москву, а точнее в Панмосковье. Поэтому будем делать в Панмосковье. Скажи, пожалуйста, будет ли медовый месяц? Хватит ли у вас времени, собственно, непосредственно поехать в него? И если да, возможно, вы знаете, куда вы уже поедете. Месяца точно не будет, опять же, под тем же причином, почему мы в том году не сыграли свадьбу. Но, я думаю, дней пять мне точно дадут на разгрузку. Пока еще не знаю. Пока не знаете. Да, ну, однозначно туда, где солнце, тепло и... Понятно. Ну, по крайней мере, мы точно знаем после нескольких месяцев, что Вите надо куда-то выйти. Сейчас мы посмотрим этот клип, а затем вернемся. Переставили мою машину куда-то в другое место. Фанаты Мота, которые пришли на автограф-сессию сюда на Третью Хорошевскую 12. Напоминаем, что сразу после эфира вы сможете получить свой заветный автограф. Вот, скажите, пожалуйста, вот Эстрадорада, Вите надо выйти. Стал ли ты фанатом этой песни? То есть, главный этот вопрос. Вите надо выйти, либо тает лед. То есть, это как... Я даю предпочтение второго. Тает лед все-таки, да, понятно. Скажи, пожалуйста, Далласский клуб «Злопыхатели», правильно ли я сказал? Аллюзия на фильм, сразу очень крутой клип. Поздравляю тебя с выходом. Расскажи, что стало предтечей выхода такого клипа с таким названием и такого трека вообще? Он нетипичен для тебя, насколько я понимаю. Те, кто знаком с моим творчеством уже давно, они понимают, что это не эксперимент. Это скорее возвращение к корням, потому что, как мы уже с тобой сегодня обсуждали, в 2013 году, когда меня подписал только лейбл Blackstar, я выпускал именно музыку такого звучания, такого качества, такого характера, именно хип-хоп. Затем я экспериментировал с лирикой, с танцами. И вот сейчас вернулся, что называется, к корням, к истокам, потому что соскучился уже по такому. Предтечей клипа стали гастроли в Дубае. То есть, в клипе Дубае есть? Да, в клипе Дубае есть. Мы полетели осознанно за два дня до концерта. Я взял с собой оператора своего знакомого Яна, который затем и смонтировал, и срежиссировал, и отмастерил весь клип за минимальные сроки. Буквально за двое суток уже был готов клип после отснятого материала. Соответственно, в течение двух дней мы катались по Дубаю, искали какие-то локации, незасвеченные, чтобы не показывать, что это за город. То есть, не Бурж-Халифу? Нет, не Бурж-Халифу, потому что Бурж-Халифу мы уже показывали в другом моем клипе день и ночь, и не хотелось повторяться. Поэтому мы искали какую-то восточную экзотику, просто экзотику, что-то интересное в плане локации. Мы это нашли, мне тоже очень понравилось, как все получилось. Я уверен, что еще и дальше будем пробовать двигаться в этом направлении. Что касается «Притечи» трека, то, верно, ты провел параллель с фильмом «Далский клуб покупателей». Этот фильм я посмотрел к своему стыду всего лишь месяц назад, когда летел, опять же, с одни гастроли на другие в самолете. Меня он очень вдохновил, и я сразу написал интро, вступление к треку и припев по мотивам этого фильма. А затем несколько моих знакомых повели себя не совсем честно и красиво по отношению ко мне, распускали всякие слухи. То есть это им ответка такая? История, да. И это не то, чтобы даже какая-то такая, знаешь, грязная ответка. Мне просто хотелось высказаться, а лучший способ для артиста высказаться – это написать песню. Поэтому я совместил фильм и те эмоции, которые у меня были, и получился трек «Далский клуб». Ну, получилось круто. Главное, что они услышали, эти залпыхатели твои. Скажи, пожалуйста, Матвей, что в ближайшее время от тебя ожидать? Какие новые работы, клипы, дуэты, концерты? Что будет, где тебя можно видеть и наблюдать? Пока что мы сконцентрированы, точнее, бьем, наверное, по всем направлениям. Не так давно, буквально пару дней назад, у меня вышла коллекция одежды совместно с Blackstar Wear, которая называется «Великий Volume 2», посвящена она великому, могучему русскому языку. На мне вот, вы можете видеть футболку, еще есть спортивные костюмы, носки, худи, свитшоты. В общем, все это можно найти на сайте в магазинах Blackstar Wear. Что касается апреля, то действительно, это, наверное, самый стахановский для меня в этом году месяц, поскольку и 8 апреля Крокус, Сити Холл, к слову, за месяц сделали солд-аут, что очень для меня приятно, и свадьба 23 апреля. Поэтому сейчас все силы я сконцентрировал именно на этих двух событиях. Спасибо тебе большое, Матвей, что пришел к нам сегодня, спасибо тебе за твои работы. Ну а мы продолжим наш непосредственно эфир. Напоминаем, что автограф-сессия, вы можете быстренько-быстренько прибегать за заветной надписью от Матвея. Ну а сейчас музыка у нас.